Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Катя, и в сегодняшнем видео у нас с вами будет первое впечатление, также мое мнение касательно двух палеток Makeup Obsession. Одна голубненькая и синяя, другая зелененькая. В общем, сегодня я вам предлагаю посмотреть по одному макияжу, который я сделаю с этими палетками, также посмотрим свочи, и в конце я уже скажу свое мнение касательно этих палеток, и мы их обсудим вместе с вами. В общем, если вам интересно, то оставайтесь со мной, но я вам, конечно же, желаю приятного просмотра. Ну что ж, ребята, новый фон, черный фон. У меня было голосование в моем инстаграме по поводу фонов, победил черный, но это не последний фон. Что ж, сегодня у нас на обзоре будет две мини-палеточки от Makeup Obsession. У меня уже практически есть вся коллекция. Наша синяя палеточка, она пришла в такой коробочке нежно-голубой и с такой синей надписью, которая переливается. А зеленая палетка в такой уже более мятной упаковочке, где тоже надпись уже зеленым переливается. Makeup Obsession тоже переливается, довольно все классно сделано. К этому никаких претензий у меня нет. Сзади коробочки выглядят все одинаково, просто разные оттенки, разные надписи, названия палеток. Эти все палетки от Makeup Obsession, да и вообще косметика Makeup Obsession, не тестируются на животных и она веганская. Я надеюсь, что в этом видео я назову вам правильную граммовку этой палетки, потому что если ты называла неправильную граммовку, вот, подложку мы сегодня будем делать в качестве карандашей от La Mer, которых, к сожалению, уже нет в продаже, но заменой может стать карандаши от Color Intense. Первое, что приходит в голову. В общем, палетка, самая коробочка выглядит аналогично. Единственное, что на коробочке, да, есть наклеечка с самой палеткой, на палетке самой этого нет. Давайте открывать и смотреть. Сейчас мы сделаем по порядку случаи и я вам напоминаю, у меня под каждым видео есть временные маркеры. Я считаю, что это очень важно и это очень удобно, поэтому вы можете переместиться на ту палетку, которая вас интересует. Если вам интересно не голубая, а вот, ну, не синяя, а зеленая палетка, просто временные маркеры переместитесь на зеленую палетку, поэтому помните, временные маркеры перемещайтесь, как вам нравится, где вам больше интересно, что вас интересует, перемещайтесь, короче, и смотрите этот фрагмент. Здесь нас приветствует маленькое зеркальце, такое миленькое, и также приветствует наша чмонька, которая тут, она приклеена, она не выпадает, но она приклеена, и нам надо от нее избавиться. Все, чмонька идет на упокой, ну и, собственно говоря, нас приветствует палеточка сама, такая вот красивенькая она. Мне просто, на самом деле, очень нравятся все палетки по размеру, они такие милые, маленькие, такие интересные, но есть небольшое но, что тут есть один матовый оттенок, в принципе, практически во всех этих ярких палетках есть один матовый оттенок. Дальше в качестве подложки, повторюсь миллион раз, я наношу коронаж от Color Intense, у меня тон 210, если вам они интересны в работе, вообще интересная косметика от Color Intense, у меня есть отдельный обзор на эту косметику, переходите и смотрите. Нанести оттенок Ice Ice Baby на подбровь, это такой, знаете, слегка сияющий оттенок, я его наношу очень доквально на все пространство, где мы будем тушивать тени, чтобы тени немножко легче тушевались. Я беру кисть в бочоночек и набираю оттеночек Deep Blue и набиваю на внешний уголочек, так скажем, начинаю работать немножко от темного к светлому. Ну, на подложечку такой кисть очень хорошо наносится, вообще никаких у меня лично нареканий на него нету. и немножечко продлеваю на... немножко продлеваю в складочку. Нанношу-ка я от Vivence Bo в оттеночке 0,4, вот этот синий оттенок уже на нижний век. Я беру пушистую растушевочную кисть и будем наносить теперь уже синий оттенок Ocean, который единственный матовый. Я его буду наносить и им я буду растушевывать аккуратненько. Синий. 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 В нижний век я тоже пытаюсь аккуратно кончиком кисти подтушевать. Я немного почистила кисть и теперь я с ними границы такой более чистой кистью немножечко подтушевываю. фреш-вотер нанесем под бровь. Вот, фреш-вотер как-то хоп и сразу намного ярче сияет. Оттенок Draft не знаю, как это правильно читается. Он такой, знаете, мне кажется, может стать хорошим переходным оттенком сияшки в этот темно-синий, потому что он такой прям немножечко посветлее, но при этом потемнее всех остальных сияшек. Но и он уже более такой сияющий. The line. Посоветуйте, ребят, какой-то классный консилер, который не сушит зону под глазами, потому что я поняла, что в принципе все консилеры, которые у меня есть, они мне сушат зону под глазами и в течение дня у меня кожа превращается в какую-то жопу-носорога. Но это не очень сильно красиво, не очень сильно приятно. Я его наношу во внутренний уголочек. Он очень сильно похож на оттеночек стеми вроде почитается, но стеми оттенок как будто более сияющий. Это такой красивый сатинчик. Вот что я вам скажу, поэтому я сверху же беру оттенок стеми и его сверху же наношу, чтобы придать более яркое свечение. И да, это как раз таки получается сделать. Это хорошо. Немножечко века как будто подживалась. Далее я беру оттенок Чиллз. Он очень сильно так пылит, но по оттеночку должна быть какая-то очень такая сияющая текстура. Теперь я набираю оттенок драфт. Это я все делаю одной кистью. Почему? Почему бы и нет? Как-то, когда делаешь одной кистью, ну да, оттенки не так чисто передаются, но они хорошо смешиваются друг с другом. И оттенок диплум набираю в самом конце и им дополнительно стушевываю это все. То есть моя задача от самого светлого к самому темному создать очень плавный градиент. Причем вот эти палетки наверное очень хороши, потому что темная палеточка black там получилось очень плавно сделать градиент из такого серебра в черный. Прям это конечно круто. Очень сильно меня порадовало. Теперь нам надо посветить внутренний уголочек и нижний век. У нас осталось оттенок ice queen. Я хочу взять оттенок ice baby, чтобы еще раз на него посмотреть. Это прям такой очень слабенький оттенок. Но я его нанесу немножко под на слою. далее на нижний век я беру оттенок fresh water наношу поверх немножко чтобы яркости добавить и далее наношу оттенок ice queen уже на нижний век протягиваю. Потом уже в конце я общее сыпание все сотру, потому что сыпаний довольно много. Оттенков конечно же чмоньку мы снимаем и выкидываем. Два разных свочек но выглядят они одинаково. Это вот эти два оттенка хотя они в палетке имеют разницу на пальцах немножечко это разница видна, но при этом в жизни один как будто темнее другой светлее, но вот два своча сделанных рядом. Это разные оттенки. Они выглядят вообще одинаково, они одинаково даже переливаются. Два одинаковых оттенка в палетке, спасибо Makeup Obsession. Ну вот такие вот свочи зелененькой палетки. Здесь конечно вот это вот серебро наконец, это сияшка, которую я ждала. Уже подошкой будет нашей с вами карандаш от L'Amé. Беру бочоночек и наношу оттенок который истинно матовый супер чилл и его наношу во внешний уголочек. Так это все выглядит, тени прям очень-очень цепучие, тут прям куча пигмента на самом деле. Набирайте на кундаун и мы будем потушевывать беленькую нанесу, а прям зелененькую. Берем оттеночек Mint Like и я наношу во внешний уголочек. просто проблема которую заметила, что он какой-то слишком светлый. Он настолько сильно темный, чтобы с этим матовым слиться. А еще он как-то очень плохо переносится. Мне надо очень долго тереть эльфил, чтобы оттенок как-то перенесся. Мне это не очень сильно нравится. Немножко во внешнем уголочек его наношу. Далее набирайте на кориджинал и наношу его немножко дальше. Какие-то шиммеры, но они прям очень сильно сухие. Они вообще не переносятся. Если в голубых синие палетки я просто набрала, нанесла и все, то есть тут я прям мажу, мажу, мне прям хочется наслоить. Мне как-то мало сияния. Тут как-бы по-самому себе масштаб не сияет, чем тут. Так как-то меня не очень сильно устраивает. Я, наверное, все же наберу матовый оттенок, который в самом начале наносила, и я немножко им забью от этого сияния, потому что мне оно как-то не очень нравится. И я заметила, если наносишь матовый поверх предыдущих слоев, он как-то смотрится светлее. Мне очень интересно, но, скорее всего, на глазах не будет видно разницы между двумя оттеночками этими. Сейчас я еще второго нанесу, мне кажется, вообще разницы не будет видно. Вот этот уже оттенок чем-то похож уже из голубой палетки. Далее набираю оттенок Bit Mi. Но он как будто немножечко светлее. Это единственное отличие, которое видно, что немножечко как будто бы светлее. То есть красиво создается градиент. Между этими всеми оттенками градиент получается красивый. Далее во внутренний уголочек оттенок Fresh Faced и немножечко подбой его на миссу, чтобы усилить на внутренний уголочек. И набираете на чек спаркл, который прям ну прям вау. Вот это что-то похожая текстура на то, что было в черной палетке. Он прям как стекло, что на пальце, что на своче, что на глазах. Вот это вот классное тенок. Конечно, мне кажется, что он повторяется на самом деле. В общем, две палеточки. Вот тут мне очень сильно похож оттеночек вот этот вот с вот этим оттеночком Fine. Прям очень сильно похож. Ну мне кажется, в принципе разница в принципе разницы нет. это два одинаковых оттенка с разным названием. Это оттеночек Fine из палеточки Black, а это оттеночек вот этот вот Sparkle что-то там из палеточки зеленой. Ну в принципе они выглядят одинаково, но вот здесь вот намного текстура мягче у оттенка, намного мягче и намного маслянистее. Это нас очень видно. то есть он более маслянистый в черной палетке, а в зеленой он более суховат. Ну в общем это таких реально два одинаковых оттенка. Что ж, ребят, я сейчас заделаю макияж и уже вернусь к вам с пролетами этого макияжа и будем обсуждать в палеточке две эти от Makeup Obsession и собственно говоря скажу вам свои впечатления касательно них. Мой макияж готов и в принципе мне очень сильно нравятся получившиеся мейки в особенности именно синий глаз прям вау получилось очень круто потому что зеленым как-то немножечко больше проблем теперь касательно этих палеток мне они очень сильно нравятся мне правда очень сильно нравятся эти палетки от Makeup Obsession и в принципе я с нетерпением жду того момента когда я попробую и красную и розовую палетку и желтую и закажу фиолетовую в общем нейтральную потому что вот я заказала две палетки мне захотелось запрать полную коллекцию всех этих палеток которых только которые только есть вот мне захотелось чтобы по ним у меня были все и это скорее не потому что мне все необходимые нужны нет далеко не все мне необходимые нужны просто какой-то скорее спортивный интерес потому что вот хочется чтобы они чтобы все были в основном большинство палеток у Makeup Obsession вот этих вот мини палет они как раз такие имеют очень мало в себе матовых сеней то есть большинство здесь шиммеров то есть все-таки либо металлики либо такие сатинчики очень сильно легкие как вот этот вот синий то есть вот что-то вот такое и в принципе я могу понять почему это сделано потому что сатин отушевать намного легче и в принципе вот синий глаз мне нравится что вот рамочку я растушевала матовым и в принципе выглядит неплохо это все очень классно переливается и все очень хорошо друг в друга входит вот именно оттенки просто замечательно получается сделать как рис с таким идеальным градиентом скажем так единственное что меня расстраивает в этих палетках ну не количество матовых потому что я осознанно покупала эти палетки и понимаю что тут матовых практически не будет по крайней мере в этих двух малышках я хотела какие-то нереальные сияшки очень красивые сияшки но я получила лишь одну сияшку нереальную это серебряную которая повторяет в принципе ну в точности повторяет сияшку серебряную файн из палетки черная black формула немножечко все же разная здесь более сухая формула очень сильно нравится мейкап obsession именно вот эти вот малютки они мне реально нравятся они прикольные в принципе макияж пока что всеми этими палетками которые я делала мне они нравятся которые получаются ну и на каждый день максимально простая идея как по мне то есть в складку положили единственный матовый и потом нанесли любую сияшку это так скажем палетка украшалка может быть да и но тут не такие прям красивые шиммеры чтобы она была украшалка то есть как бы вроде бы можно воспринимать ее как украшалку но в принципе на каждый день этого сияния более чем достаточно когда ты делаешь более яркий макияж и ты его делаешь осознанно то конечно такое легкое сияние сетинистое хочется бабах бум-бум и но это не к этим палеткам как бы так по поводу оформления вообще никаких претензий нет это очень маленькие очень компактные очень классные очень красивые палетки тут картон это все приятно ощущается выпуклое название палетки впалое название такое make up obsession вот это все shadow palette вот это все оно такое классно оно приятно и не тестируется на животных какая-то косметика вообще потрясающе короче все класс я очень сильно хочу попробовать другие продукты этого бренда то есть они в принципе пигментированы единственное что вот синяя мне понравилась все равно больше по качеству больше во-первых макияж как-то с ней ну макияж на самом деле что-то что-то нормальный красивый получился здесь как-то просто вот эти вот сатины шиммери они такие они приятные они хорошо переносятся на кисти хорошо переносятся вот с кисти на глаз вообще проблем в переносе не было то зеленая палетка как будто здесь намного суше эти же самые сатины если у вас вообще нету голубых теней они просто стоят относительно не только они стоят 200 гривен по скидке можно взять их на их сау-бьюти там сейчас идут скидки на них там они разные короче там 15-10 пациентов скидка на натина тоже на них наверное самая выгодная цена именно на натина я прикреплю конечно же цены и на иксо-бьюти на эти палетки и на натина сайт и также вам здесь скриншоты прикреплю и также ссылочки в описании будет на эти палетки именно и на иксо-бьюти сайт и на натина чтобы мы не перейти и купить палетку если хотите или просто ее посмотреть описание на сайтах мое какое-то видение что можно делать с этими палетками такое самое красивое это вот это где можно использовать ну все оттенки не обязательно конечно же все где вот можно создать красивый переход в такой в темный и светлого в темный вот именно этот макияж я вижу с этими палетками и считаю вот таким одним из самых красивых которых можно сделать этими палетками но понятно что это просто мое мнение и мое видение и оно может от вашего естественно отличаться в общем мне будет интересно что вы думаете по поводу этих палеток вот потому что в принципе ну вы увидели как они работали ну что ж как всегда напишите как вам макияж какая вам палетка нравится больше синенькая голубая или зелененькая в своей работе по случаям по оттенкам по вот всему-всему напишите внизу комментарии мне будет интересно очень сильно прочесть и услышать ваше мнение ну и конечно же если вам понравилось это видео то ставьте пальчик вверх подписывайтесь на мой канал оставляйте свои комментарии все уши перечисленные меня очень сильно мотивируют поддерживают мой канал в общем мы с вами увидимся очень скоро в следующем видео и пока ребята